Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о товарах из фикс прайса, а именно какие товары до сих пор можно найти в продаже в кухонном отделе. Может какие-то товары окажутся для вас полезными, поэтому усаживайтесь поудобнее. Мы с вами начинаем. Перед Новым годом в большом количестве к нам завезли много стеклянной посуды под хрусталь. И первая из них это вот такие маленькие джебницы диаметром 7,5 см. Стоят они 55 рублей. И очень шикарные блюда для закусок. Их в нашем городе остается буквально по несколько штук в каждом магазине. Я сама успела купить три штуки. И знаете, на праздничный стол это просто идеальный вариант положить грибочки, оливки, какие-то мелкие закуски. Просто прекрасно. Цена 69 рублей. Лаконичный дизайн. Лично мне очень сильно понравились. Еще один вариант блюда для закусок. Эти блюда уже более широкие, но при этом лаконичные и стильные. А еще классно выглядят вот такие конусообразные креманки. Объем 285 мл стоит 55 рублей. Подойдут как для закусок холодных, а также, например, и для слоеных десертов. Ну и можно же, конечно, порционно подавать салаты. Вот коллекция Акцент практически полностью пропала с наших полочек. Ну, буквально по несколько товаров можно найти в продаже. Недавний завозик. Это вот такие кружки стеклянные. Очень красивые формы. Красиво выглядит. И с разноцветными ручками. И да, кстати, друзья, если вас интересует товар какой-либо категории или что-то вам показать поближе, смело пишите в комментариях, сделаю для вас отдельные обзоры. Перед самым Новым Годом к нам завезли вот такие белые тарелки разных форм. Это и блюда, суповые тарелки, бульонницы, вот такие мелые пиалы-боулы. А, кстати, в этой коллекции сейчас представлено два варианта оформления. Это вот такой с звездочками. И еще бывает в синем цвете. Но характеристики одни и те же. Все они выполнены из опалового стекла. Коллекция детской посуды. Это белые тарелки с милыми изображениями животных. Диаметр тарелки 17,5 см. Цена 59 рублей. Ну и в дополнение к этим тарелкам можно приобрести вот такие чашки. Вот эти стеклянные блюда диаметром 29 см до сих пор есть в продаже в наших магазинах. Цена 349 рублей. Изготовлены они из толстого стекла. И за счет этого блюда очень тяжелое. Но и выглядит очень добротно под советский хрусталь. Если кто-то любит такой стиль, почему бы не приобрести бюджетный товар со схожими характеристиками. Еще один вариант стеклянного блюда. Это блюдо классической круглой формы. Без какого-либо выраженного декора. Тут только скрытые рисунки. Но при этом вполне лаконично. Для закусок, для тортиков, для пирогов идеально подходит. Классный набор салатников. Единственный минус за то, что эти салатники идут без крышек. Но зато в наборе 5 салатников. Объем 130, 210, 365 мл, 470 мл. И самый большой 930 мл. Кухонных аксессуаров, как всегда, полным-полно. Тут разные коллекции. Деревянные, лофт, яркие аксессуары. Все на любой вкус. Еще один вариант детских кружек. Это большие стеклянные кружки с интересным дизайном. Кстати, у них объем 450 мл. Рисунок у нас нанесен на две стороны. И при определенном углом лапки как раз накладываются на изображение сзади. И тем самым мы получаем полноценный рисунок. Вот такая интересная новиночка. Цена, насколько я помню, 79 рублей. Еще сейчас у нас в продаже есть вот такие стеклянные кружки. Объем у них 450 мл. Изготовленные сборы силикатного стекла. За счет этого будут выдерживать перепады температур. Нанесен легкий белый рисунок. Я думаю, мыть в посудомоечных машинах точно не стоит. Посмотрите, какие нежные. Цена также 79 рублей. И в этой серии еще есть стаканы. Ну а если хочется чего-то поярче, то посмотрите, какие интересные кружки в восточном стиле завезли. Но для меня это восточный стиль. Фарфоровые кружки. И в этой серии представлено два варианта расцветок. Вот такие жестяные банки за 149 рублей. Эти банки объемом 1 литр 450 мл. Идеально подходят для сыпочек продуктов. В нашем магазине в трех вариантах расцветок. Это приглушенно-бордово-фиолетовый, серо-бронзовый и красивый, насыщенный, глубоко-изумрудный цвет. Повторный завоз силиконовых ковриков для выпечки. Стандартный вариант. Сама пользуюсь уже не первый год. Мне кажется, со времен открытия Аф-Экспресса коврики размера 40 на 50 сантиметров. На них еще имеется дополнительная разметка. Яркий вариант контейнер-кружек с декором. Их еще называют бульонницы, супницы. Кто как. Объем 750 мл. Сюда можно перелить остатки супа, бульона. Цена 69 рублей. Из продуктовых товаров у нас практически ничего нового не появилось. Стандартный ассортимент конфет, пирожных, чая. Все это, как всегда, в фикс-прессе. Пластиковые подставки для ножей со стержневым наполнителем. Лаконичные дизайны есть в черном цвете, бирюзовом, а также салатовом. Я ценники делала. Я ценника не вижу. Я сейчас просто не была, я делала. Поняла? Ко дню влюбленных завезли милые белые кружки с очень интересными, забавными котятами. Стоят они 149 рублей. Изготовлены из фарфора. В этой коллекции есть несколько вариантов формления. Все это с котятами. Рисунки черно-бело-красные. Очень забавно, мило. Почему бы и нет? Покажу сейчас вам все варианты. И есть еще вот такой вариант кружек. Тут уже названия нанесены. Ты моя половинка. Какие-то пожелания в зависимости от кружки. Также выполнены из фарфора. Цена 149 рублей. И еще есть вот кружечки с желтым фоном и розовым. Так, следующая новиночка. Это классическая кружка из боросиликанного стекла. Единственный декор тут только вот в ручке там блесточки какие-то. Ну, естественно, они не особо там пересыпаются. Поэтому, да, отношу к классическому дизайну. Потому что лишнего декора тут практически нет. Объем 430 миллилитров. Характеристики стандартные для боросиликатного стекла. Нормальная кружка. А еще есть вот такие красивые термобокалы с двойными стенками. Цена 199 рублей. Объем 350 миллилитров. Но выглядит, конечно, добротно. Еще одна классная новинка по супер низкой цене. Это форма для запекания за 299 рублей. Обычная прямоугольная форма с толстыми стенками. Довольно-таки увесистая, что очень здорово. Размеры у нее 34 на 20,5 сантиметра. И, знаете, в специализированных магазинах стоят, конечно, такие варианты намного дороже. Ну и вот, как я вам говорила чуть ранее, когда показывала коллекцию опаловой посуды со звездочками, что есть еще варианты в синем исполнении. Вот точно такого же объема, с такими же характеристиками. Тарелки, глубокие, плоские бульоницы блюда, пиалы, боллы. Все то же самое по характеристикам. Но только у нас вот по краю нанесены черно-голубые середоватые рисуночки. Выглядит очень интересно. Нежно по зимнему. Почему-то вот для февраля, мне кажется, вот такой вариант оформления точно подходит. А вы что думаете? И вот такое шикарное блюдо за 149 рублей. Ой, когда я впервые показывала вот такие бульоницы с ручками, меня отругали в комментариях, прям захейтили по полной, что я их назвала похожими на ночной горшок. Но не знаю, друзья, я человек простой. Если мне хочется пошутить, что-нибудь ляпнуть, я не буду себя сдерживать. И те люди, у которых есть чувство юмора, естественно, поймут. Те, кто не придирается, просто закроют на это глаза. Ну, а да, есть некоторые люди, которые любят придираться ко всем мелочам. Но я такая, если хочется шутить, если хочется что-то сказать, я буду это говорить, так что я приношу свои извинения. Вот такая интересная глубокая тарелка. Мне понравилось оформление. Вообще, люблю серый цвет, как вы знаете. Это тарелка с серой окантовкой под мрамор. И еще имеются золотистые прожилочки. Не знаю, будут ли еще появляться товары с схожим дизайном, но такая тарелка выглядит очень красиво. Большие высокие стаканы, толстое стекло, очень приятные на ощупь. Такие увесистые. Я люблю тяжелую посуду. Сразу не боишься их разбить. Посмотрите, какой интересный рельефный декор именно изнутри. Еще из недавних новинок коллекция металлических жестяных подносов с разным оформлением. Я раньше как-то очень сильно тащилась по подносам, но сейчас как-то пыл подутих. Но вот оформление вот этого черного подноса мне понравилось. Почему-то какой-то фэнтезийный такой мотив, мне кажется. Кстати, в этой коллекции были и другие расцветки. Стеклянные контейнеры для еды с крышками. Очень удобный вариант. Мне нравится такой формат. И все-таки хочу обратить внимание, что стеклянные контейнеры, несмотря на то, что они тяжелые, но намного реже впитывают в себя какие-то цвета, цвета, запахи и становятся наиболее долговечными по сравнению с пластиковыми. Напомню, что мне очень нравится в Экспрессе коллекция, которая идет контейнеры для запекания практически такой же формы и также с крышками. Но, к сожалению, их в продаже нет. Как только появится, сразу вам про них расскажу. Ну, а вот такие варианты подносиков есть еще в продаже. Есть маленькие подносы. Но и та коллекция тоже с разными вариантами. Расцветка поспокойнее и поярче. Пластиковые баночки для специй. Это высокие прямоугольные емкости объемом 530 мл с разноцветными крышками. Цена 59 рублей. Набор перчаток для уборки в удобном формате, в коробке 50 штук, размер М, но единственное, что они тонкие, то есть обувь будут одноразовыми. И буквально на прошлой неделе к нам завезли вот такой вариант кружек ко дню влюбленных, ко дню Святого Валентина. Обычные стеклянные игрушки, но с декором, с пазлом, который собирается в надпись Love. Ну и еще из кружки к 23 февраля белые кружки с черно-белым рисунком. Еще одна полезная кухонная новинка это пластиковый кувшин мерный объемом 900 мл. В чем его фишка? То, что есть помимо шкалы деления на миллилитры, есть еще очень удобная шкала деления на стаканы. Во многих рецептах у нас идут громовки именно по стаканам, классические стаканы. И мне кажется, вот такой вариант в этом оформлении, в этом деле действительно может помочь. Еще один вариант жестяных банок, который я вам показывала в наборе новинок, в обзоре новинок, это двухлитровые банки в красивых, ярких таких расцветках. Сразу почему-то напоминает и весну. И, кстати, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, удобно ли вам такие тематические форматы обзора кухонного отдела, товары для дома. Удобно ли вам смотреть товары именно одной категории или же просто все гнать в одном. Но мне почему-то кажется, что вот такой вариант может быть удобен именно для тех людей, которые ходят в фикс-прайс за определенной категорией товаров. Поэтому я надеюсь, что такие обзоры для вас полезны. Еще очень красивые новиночки бокалов от Паша Бахче. Например, бокалы для вина за 199 рублей. Очень красивые, элегантные. Мне понравилось исполнение. Кстати, в этой серии есть и другие бокалы. Но посмотрите пока вот на эту изящную красоту. Вот такой вариант бокалов мне тоже понравился. Я не знаю, для каких именно напитков он предназначен. Но я думаю, вино сюда тоже можно наливать. А также подавать какие-то десерты слоеные, с фруктами. Я бы сюда точно десерты бы положила. И вот те самые стаканы тоже в белом оформлении, которые похожи на кружки из начала обзора. Это стаканы из стекла. И тут у нас два варианта оформления. Тоже вот с такими, как будто бы с нежными разводами. И различные белые компетти. Объем 450 мл. Цена 124 рублей. Обычные пластиковые доски. Разноцветные, но таких не сильно ярких цветов. И есть белые прожилочки. Видно под мрамор. Когда в обзоре новинок я впервые показывала такие контейнеры для сыра, я поняла, что многим они понравились. Но да, в принципе, удобно, если кусочек сыра подходит по размеру. Почему бы и нет. Размер этого контейнера 15 на 13,5. Высота по самому высокому бортику 8,5 сантиметров. Наборы для приготовления канапе. Тут у нас 4 различных вырубки. Мне нравится идея подачи канапе. Но, к сожалению, если брать какие-то не квадратные формы, то будет очень-очень много отходов. Это различные обрезки колбаски. Овощи, если овощи куда-то еще можно стушить. А колбасу и хлеб, ну, как-то для меня это не совсем рационально. Вот такие классные наборы баночек с крышками. Объем каждой банки 70 мл. И в упаковке 8 штук. Удобно хранить специи. Из коллекции к 23 февраля, на что могу обратить ваше внимание, это набор металлических форм для приготовления печенья. Если хочется как-то детей привлечь на кухню, вместе с ними весело провести время за приготовлением вкусняшек, то вот такие наборы формочек в виде техники можно тоже покупать. Пакеты для овощей и фруктов. Это большие пакеты размером 27 на 28 сантиметров. Продаются наборами по 5 штук. Ну и заканчиваем это видео стеклянными кружками. Эти кружки смелыми изображениями енотиков, различных животных. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по категории кухонной, категории по кухонным полочкам фикс-прайса была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Главное, берегите себя, не болейте. Как вы могли заметить, да, я опять хриплю. Ну ладно, для меня это стандартное состояние. Надеюсь, вам не сильно было дискомфортно смотреть и слушать меня.